Девушки отдыхают Чтобы я тебя тут не видел Тише, на вас смотрит госпожа судья Что здесь творится? Я верну вам жениха через пару минут Ты спятила? Нет, это ты спятил Опомнись Скажи честно, ты хочешь, чтобы твой ребенок был счастлив? Да Не женись на ней Не ломай ему жизнь Ты опять сбежишь? Бросишь ребенка? Ответь же, наконец Когда ты начнешь заботиться о своем ребенке? Ты дашь ребенку свою фамилию, но тебе не обязательно на ней жениться Ты хочешь, чтобы он его бросил? Нет, я бы никогда этого не попросила Ты искренне желаешь Гастону, чтобы он никогда не увидел ребенка, верно? Не выдумывай Вы никак не хотите понять Без меня детей не будет Твой малыш живет во мне Если папочка не женится на его мамочке Ты его не увидишь Это угроза? Это просьба Подумайте, младенцы Вранье! Ты не оставишь своего ребенка без отца! Нет? 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 Я не терплю угроз Гастон! Свадьбы не будет! Мне очень жаль, но у нас напряженное расписание Много брачующихся Причем все они уверены в своем желании Моя настроена решительно Я говорю не о ней Мой сын тоже? Да? Где же он? Простите Гастон сейчас будет Это лишь минутная слабость Бывает? Послушай Нет, не буду слушать Свадьбы не будет Нет, будет и точка Ты решила меня извести? Ты только что кричала мне Не женись Будь отцом-одиночкой И все такое Так было до ее угрозы Ты отдашь ей ребенка? Что я ему скажу, когда он вырастет? Твой отец ради тебя женился на ненавистной женщине? Взвалю на него это чувство вины? Ну уж нет Ты женишься Это факт Я бы хотела видеть тебя отцом-одиночкой Это ненормальное тебе угрожает Но она носит твоего ребенка Перед Богом это не настоящая семья А лишь бумаги Которые можно порвать Я пойду Нет Но ты иди к ней Ради ребенка Которого ты обязан защищать Чего ты хочешь? Чтобы ты женился на матери Которая досталась твоему малышу Сети больше нет Зато есть маленький человек Тебе чего? Прости меня, Ката Как можно простить того, кого нет? У меня нет сестры Я уже слышала это сотню раз Значит, это правда? Хорошо, что ты поняла Отныне я сама буду выбирать свою семью Я уезжаю В деревню? Не важно У меня тоже нет сестры Сестры умеют прощать Ката Родной сестре можно просить что угодно Она мне не сестра Родными душами Не раскидываются Почитай Библию Там все написано Лила Почитай Родной сестры Родной сестры Родной сестры Родной сестры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гастон Альберти Берете ли вы в жены, Марию Пио-Бераскони? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Гастон, ты мне нужен Я даю тебе одну минуту В благодарность за годы моего детства Гастон, я прошу прощения Как отец? Я сирота Гастон, когда-то давно у меня был отец Но я вспоминаю его с отвращением Мой папочка полюбил мою невесту И скрыл это Приложил все усилия, чтобы разлучить меня с ней И заполучить ее себе Я искренне раскаиваюсь К сожалению, уже поздно Ты потерял сына Зато приобрел человека, который намерен Провести расследование И выяснить, уж не связан ли ты с гибелью Гроссиэллы Я ее не убивал Я любил ее Я очень на это надеюсь Мне будет неприятно носить тебе передачи в тюрьму Ты способен на это? Носить тебе передачи? Не знаю Нет Посадить меня в тюрьму? Тоже не знаю Но ты не знаешь отца? Нет Я хотел увидеть сестру Эту жабу? Что? Не обращай внимания У меня с ней свои счеты Только никому не рассказывай Я не хочу подводить маму Ее муж не знает обо мне Я же поклялась, что буду молчать, как могила Но Если она твоя сестра, то Кто же мама? Давай оставим эту тему Хватит с меня страшных тайн Ладно, только ты помни Что всегда можешь на меня положиться Если тебе Захочется поболтать Спасибо Ты тоже помни У меня две руки И я всегда могу обнять Возможно, я несколько старомодная Но уважаю правила приличия Прочь Кажется, меня выгоняют Смогу я пообщаться с другом? Да, во дворе или на кухне Прошу Пока Девочки с девочками Мальчики с мальчиками Какого черта? Ты тут торчишь? Прошу прощения Что за шум? Твой дружок вопался к нам, как к себе домой Увидел меня ногую Да нет, постой Я закрыл глаза И даже не успел Разглядеть родинку у нее Под левой грудью Идиот Лало, иди Я не хочу начинать день со скандала Хотя уже ничего не изменишь Ты просил меня зайти за тобой в полдень У тебя важная встреча Какая? По работе, Мария Пиар Я менеджер в одной крупной фирме Гастон, я еще не забыла Что ты работаешь Но в недолый месяц Принято забывать о делах Поездка на фирму дешевле, чем в Европу Болва Я сейчас спущусь Когда мне рады, я это сразу увижу Иди Я сейчас Ты не защитил меня? Я была голая Кстати, что ты делаешь голая в чужой спальне? Пытаюсь соблазнить Любимого мужа Мама, я уже сто лет не ел Булку с маслом и сахаром Вкуснотища Я знала, что тебе это понравится Кстати Мой хороший Надо поговорить Это ловушка? Да Тебе придется Меня выслушать Марио, ты уже целую неделю Избегаешь разговоров об этой женщине Какой? О женщине, в которую ты тайно влюблен Мама Сколько раз можно повторять, что это моя личная жизнь? Это твоя личная жизнь, а я твоя мама Я уже давно не ребенок Да Я люблю ее Что может старуха? Ты слишком много теряешь Она этим пользуется Она словно вампир Пьет твою кровь Твоей силой Я невольно послушала Твоя мама права Послушай ее Найди себе кого-нибудь помоложе Спасибо вам за совет Но мне не нужны молоденькие девчонки Я полюбил самую прекрасную женщину на свете И когда она откроет глаза пошире, то поймет Что внешний лоск не главное Мальчишка Ребенок Ты свято веришь Что с милым рай в шалаше Но когда на улице ветер Шалаш обычно рушится Вы его не убедили Я вижу Кому кофе с молоком? Я тебе помогу Я уже предлагала ей помочь Си-си-си Привни помощь, друзья Кто бы говорил Пока тебя не прибило Ты никому не позволяла себе помогать Ты тоже решила заболеть? Нет Какие милые завтраки Вечно вы что-то делите Все общее внимание На правах администратора пансиона Расположено по адресу Папин К чему это вступление? Надо поменять кран в ванной Так поменяй Очень смешно Си-си Лала сказал, что Гастон женился Женился Гастон? Да Какая неприятность Ты вернешься сюда? Нет, я живу там как ассистентка Франко Альбертин Но у меня выходной Конечно, я счастлив, что скоро стану дедушкой Мой внук, ребенок Пи и Гастона Он родится даже не в рубашке, а в костюме с галстуком Бернарда пока что внука не будет Мария Пиа больше не беременна Что? Что слышал? Она спятила? Когда она потеряла ребенка? Не кричи, успокойся Вероника, она смешала нам все карты Ничего не случилось, не устраивая истерику Мы добились вы его? А когда Гастон узнает? Гастон ничего не узнает Через неделю у нее случится выкидыш Значит, все идет как обычно? Да Для всех остальных Мария Пиа готовится стать мамой Мария Пиа готовится стать мамой Какое счастье Какая жалость Почему? Я купил кроватку А мне вернут деньги? Спасибо, что навестил меня Не прощайся Визит еще не окончен Я тебя приглашаю Куда? Не знаю Пойдем Пойдемся Гастон женат Да, но ты для меня только друг Да, и что с того? А то, что Я бы на твоем месте Билась в припадке Си-си Любовь приходит со временем Если ты дашь мне шанс Показать тебе, какой я на самом деле У меня все иначе Любовь или есть Или нет Третьего не дано Нет Но я же не заставляю тебя со мной целоваться Ходить со мной за ручку Клянусь Просто поболтаем Пообщаемся Да, но в какой-то момент Ты захочешь большего, а я не смогу тебе ответить И невольно обижу Это будут мои личные проблемы А может, ты меня вовсе и не обидишь Я знаю Мне будет непросто выбросить из головы Гастону Это тебе не обидно? Очень обидно Потому что я эгоист И меня заботит моя любовь Мое сердце кричит Что я люблю тебя Со всеми твоими бедами Со всем, что у тебя есть И чего нет Пройдемся Прошу Исабель, я все равно не поверю Что ты хочешь порвать со мной Ты слышал? У нас все кончено Независимо от того, что я хочу Ну почему? Почему? Ты сам это выбрал Я? Ты остался в этом доме И перечеркнул наши отношения Как можно встречаться под носом у Франко? Исабель Не подходи Я знаю, что будет Минута поцелуев А потом бессонная ночь из-за угрызений совести Простите Я помешал? Я уже собралась уходить Простите Нам нужно поговорить наедине Ты можешь общаться с синьорой в моем присутствии Марито Я не думаю, что синьоре Захочется беседовать на эту тему При посторонних людях Пожалуйста, оставь нас Я хочу попросить тебя об одолжении А как он? По вечерам я работаю в баре у Папина Да Там все отлично Но мне нужна дневная работа Здесь ничего нет? Я спрошу у хозяина Обойдемся без дешевых предисловий Кармелло, что ты собирался мне сообщить? Перейдем к делу Вы просили меня Убить Франко Нет, забудь Я ни о чем тебя не просила Продолжим Я не принял ваше предложение Я не убиваю друзей Франко бывает со мной резким Но мы друзья А вы Жена моего друга Это похоже на заезженную пластинку Конец уже близок Я искренне верил Что вы оставили Марио в покое Но нет Мне плевать на ваши фотографии Я все доложу Франко Это мой долг Кармен, я переболела этим мальчиком Это был каприз Но он прошел Я не знаю, как мне от него избавиться Вы уверены? Только не заводи старую песню Какую? Ты вечно выпрашиваешь фотографию своего отца Я решила, что у меня нет причин Скрыть ее Ура! Где мы встретимся? Сначала дай мне слово А уж потом я привезу тебе фотографии Мне приятно, что ты любишь меня, зная, что есть другой Я бы на твоем месте Давно бы уже прибила Кого-нибудь Мне тоже хочется Но не бойся за свою жизнь Я только прошу Чтобы ты хоть немного меня полюбила А уж дальше я сам справлюсь Я вижу рядом с собой только Гастона Я люблю его А он женат Он женился, потому что у него не было выбора Ради ребенка Что такое? Ничего А что? Ты напрягся, услышь, вы ребенке пии Я вообще-то очень трепетно отношусь к детям Они меня умиляют На этом месте Продолжай Здесь все напоминает о Гастоне Словно он только что был здесь Си-си Хавьер Ты не оставишь нас на пару минут? Ты пришла сюда со мной? Мы же друзья Сделай мне одолжение Ладно Ты откуда? Я думал о тебе А нас Мой мир разбился на тысячу осколков Я не знаю, как его склеить Ты женатый человек, так что Клей свой мир, исходя из этого Мы женаты на бумаге Это фальшивка Мария Пия Думает иначе? Больше никогда не произноси это имя Я сплю на полу и терплю эту женщину Которая мне противна Скажи, зачем? Зачем? Из-за ребенка Си-си Это кощунство Но если этот ребенок Разлучит меня с тобой Я не смогу его любить Не повторяй это Дети не в ответе за грехи родителей Нас с тобой разлучил вовсе не он А его мама Я так растерян Помоги мне В чем? Начать сначала Я где-то потерялся Потерял себя Помоги мне себя отыскать Ты меня звал? Да, надо поговорить Я отослала контракт Нет, речь не о работе А о тебе Что с тобой? Ты все держишь в себе Ни с кем не делишься Со своими тайными Иногда лучше помолчать О чем? Обо всем Люди радуются чужим несчастьям Да? Каким несчастьем? Я не понимаю Не понимаешь и не надо У меня куча работы Не убегай, меч, постой Может тебе нужна специализированная Психологическая помощь Папа, мне нужна любовь А не психоанализ А психолог поможет тебе осмыслить Твои проблемы Я лишь хочу Быть кому-то нужной Ты очень нужна мне Как дочка Папа, я хочу быть нужной Любимому человеку Ты меня понимаешь? Ты влюблена? Да В первый раз Да? Я могу ему знать Кто этот счастливец Нет, никогда Почему? Он женат? Точно, женат Мария Пиа А вы опять поругались? Не то слово Мы не разговариваем Гастон меня не любит Просто он осознал Что его женили насильно Встань с дивана Завоюй Своего мужа Да, папа Но я ему не нужна А мне плевать Твоя цель Не сопливая любовь А власть Ясно? Да Он должен быть у твоих ног И с этих пор Держи меня в курсе дел И не вздумай скрывать Ничего Ничего скрывать Как в случае с моим внуком Ясно? Прости Это больше не повторится Прости Сейчас нам предстоит Детально обдумать Как и когда Ты станешь вдовой Да Папа Да У меня к тебе дело Ужасное Как твой взгляд Хуже Намного хуже Намного? Это очень Марио Я очень занят Говори в чем дело Что случилось Ладно Просто Марио Ты здесь? Извини, Франко Я Его уведу К нему пришла Одна симпатичная девушка Да? Пошли Не надо заставлять Девушку ждать Пошли Пошли Хотел бы я на нее Посмотреть Папа Где Гастон? Дома У него же медовый месяц Нет, нет Я знаю, что он куда-то ушел А Сиси? Взяла выходной Ты должен знать Где твоя помощница Не нравится мне Когда их обоих нет Совсем не нравится Объясни, зачем ты соврал Что меня ждет Какая-то девушка Какая? Где? Какая-то девушка Меня ждет Ты копаешь себе могилу Ты хотел во всем признаться? Так? Скажи мне Тебе что, жить надоело? Проблемы как раз у меня Именно мне прикажут Убить тебя А я не смогу Я уже не так молод Чтобы убирать по два человека В неделю и спокойно спать Ты был гангстером? Гангстер Что за слово гангстер? Я был нормальным мужчиной Но я хочу быть жестоким Жестким, как ты И что? Объяснить тебе, как быть жестким? Прочитать тебе курс лекции О том, как стать жестким Как стать бесстрастным убийцей людей? Так не бывает Ты же меня можешь научить? Кармела Я хочу пересочувствовать Я не хочу страдать Ну, надоело Уверен? Да, уверен Мама Я тебя жду Здесь ты живешь? Хорошо? Да Здесь моя семья Которой у меня не было Когда я приезжала к людям Которые тебя воспитывали Ты выскакивал с криком Тетя, тетя Они тебя уверяли Это твоя мама А ты продолжал Тетя, тетя Это прошло Да, прошло Я не отрицала, что я твоя мама Я тебе благодарен Мама по выходным лучше, чем ничего Где тут у вас туалет? По коридору Эрнесто, не спеши Она сама тебе все покажет Мой отец Гастон Альберти? Франко, Гастон меня не замечает И все из-за этой соплячки Но... Никаких но, Франко Гастон мой муж И отец моего ребенка Послушай меня Если не выгонишь Сиси из дома Случится беда Но Мария ответит Никаких но Хватит Прошу тебя, Франко Выгони ее Пусть возвращается к пантеону Я не хочу ее видеть Как мне все это надоело Это невозможно Зачем я женился, Сиси? Зачем? Я постоянно мучаюсь этим вопросом Ради ребенка? Ты мне нужна Нужна мне Дома Я должен знать Что могу дотронуться до тебя Хотя и не дотронусь Я боюсь оставаться в особняке Я не уйду Но я очень боюсь Чего боишься? Твою жену Не называй ее так Я чувствую себя пленником Я тоже живу как пленница Зачем тебе Хавьер? Не знаю Он говорит, что любит меня Хотя знает, что я люблю другого Да И кого ты любишь? Деда Мороза Представляешь меня С длинной белой бородой И красной шапкой С помпоном Ты смешной А ты любимая Поклянись Ладно Но не здесь Что случилось? Нервничаешь? Да, немного Ладно Я покажу тебе фотографию Чтобы ты знал Кто твой отец Но обещай мне Что никогда не скажешь ему Кто ты Нет, я не могу пообещать Тогда прости Я тебе ничего не покажу Почему мы здесь? О, что такое? Уже пожалела? Нет, ни за что Ну тогда Пошли Хавьер Хавьер, что ты здесь делаешь? Мне сказали, что ты будешь дома Хочу кое-что показать Что это? Все для ребенка Выбрал нейтральный цвет Потому что не знаю Девочка или мальчик Смотри Нравится? Хватит мучить меня всей этой мерзостью Что с тобой? Почему мерзость? Я же все это купил для нашего ребенка Пиа Пиа, что такое? Скажи мне Хавьер Ты должен знать правду Я слушаю Что случилось Я потеряла ребенка Любимый у нас нет Ребенка Дорогой Но Зачем вы даете ей такие лекарства? Она так никогда не придет в себя? Доктор Это единственная пациентка с таким курсом лечения Прекращать нельзя Хорошо А какой диагноз? Здесь ничего не написано? Доктор Вы здесь недавно Выполняете только мои приказы Это особая пациентка Но как же Никаких но, доктор Сильвана, мне кажется Сильвана Ривас Никаких но, Сильвана В эту клинику стремятся попасть многие профессионалы Но я выбрал вас И не хочу пожалеть С другими пациентами работаете вы Но эта пациентка Моя Здесь что-то не так Явно не так Мне все равно Что здесь написано Я не стану давать вам лекарства Я Гастон Амилькор Альберти Люблю эту женщину Самой сильной Любовью Что такое? Почему ты смеешься? Амилькор О чем твой папа думал? Ребенку Такое имя не дашь Хочешь, расскажу? Нет Это мама В ее семье Старшего сына Всегда называли Амилькор Это традиция Которая идет Еще от моего Прапрапрадеда Амилькор Это древнее имя Означает Правящий городом Поэтому в колледже Меня прозвали Хозяин дорог Теперь еще немного Потерпи и не смейся Закончим то Что мы начали Хорошо? Да Но только Гастон Без второго имени Чтобы больше Никто не смеялся Давай Я, Гастон Альберти Люблю эту женщину И клянусь Любить вечно Также клянусь Что не брошу Своего ребенка Ты должна быть В моем доме, Сиси Потому что Ты в моем сердце Хочу, чтобы Ты была рядом Я Люблю тебя больше всех И больше всего в мире Обещаю, что Я всегда буду рядом Пока смерть Не разлучит нас Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова